Итак, продолжаем. Первая запертая комната возникла полгода назад в одном из секретных клубов района Камасаки. В подпольном казино к стене был прибит рикан. Если вы думаете, что готовы к этому, то давайте решать эту загадку. Вы хотите направиться в первую запертую комнату? Да. Мы снова оказались в ловушке в запертой комнате. Тогда если тайна не будет раскрыта, то мы не сможем выбраться отсюда. Ээээ! В такой маленькой комнате мы будем жить в этой комнате с этими двумя? Нет. Может быть, это не так. Вообще-то звучит довольно забавно. Ээээ... Поспеши и позаботься об этом. Да. Понятно. Хорошо. Здесь я впервые использовал особый навык Халары благодаря единению. Эдинению. Поспознание позволило нам увидеть место преступления таким, каким оно было в прошлом. Некоторые вещи были другими. Такое что явно отличалось в комнате. И это как раз таки наиболее подозрительно. Ну... Гост. Бывают разные люди. Не знаю. Меня не спрашивают. Так. Откуда сбежал преступник? Так. Ну, дверь вряд ли. Вентиляция. 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 Да. Точно. А как же вентиляция? Что это оно? Ты думаешь, что преступник сбежал через эту вентиляцию? Да. Я в этом уверен. Когда я увидел место преступления, а благодаря вашему постпознанию, винты на четырех углах вентиляционной крышки были откручены. Это означает, что преступник, должно быть, сбежал через него. Как нелепо. Э? Ты хочешь сказать, что преступник сбежал через вентиляцию? Это невозможно. Хозяин. Проделайте в нем как можно больше дыр, пока он не превратится в импровизированное поле для гольфа. Чё? Что ты имеешь ввиду? Да. О, господи, это шенигами. Великолепно. Итак. Ключ. Хм. Точно, я что-то вот забыл про гвозди, которые находятся под вентиляцией. Некоторые гвозди под вентиляцией. Как это называется? Загнуты вниз. И ключ. Как нелепо. Он использовал вентиляцию? Это совершенно невозможно Ты только подумай, где находится эта вентиляция Она довольно высока Ты ни за что не сможешь забраться туда Даже если крышка будет снята Нет опоры, чтобы дотянуться до нее Если Никто бы не смог выйти через вентиляцию Окей, понятно Собственно, нужно контрить, нет опоры, чтобы дотянуться до вентиляции Скорее всего, кто-то использовал эти гвозди Да, но это вентиляция единственный путь Через который мог сбежать преступник Могли он использовать что-нибудь, чтобы Кимпенсировать разницу в высоте Давайте проверим ключи решения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да он издевается Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Некоторые гвозди Плотнутые в нижней части вентиляционного отверстия Были согнуты вниз Чтобы добраться до вентиляции Преступник использовал вбитые в стену гвозди В качестве опоры И под весом его гвозди согнулись Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А значит ты вынужден сражаться вот так каждый раз Да уж, неплохое испытание на выносливость Да, без шуток Однако, разгадка тайны оказалась простой Гвозди использовались в качестве опоры Для побега через вентиляцию Ты смог выяснить это С помощью Моего навыка Постпознания Да Без вашей помощи Это дело было бы невозможно раскрыть Ты никогда не будешь считаться полноценным детективом Пока не будешь справляться с подобными делами самостоятельно С... Простите Простите Ну, вот вас снова отчитали Неприятно быть новичком, да? Ну, в любом случае Ну, в любом случае, давайте выходить Мы будем использовать гвозди на стене в качестве опоры Как бы и... Предполагали Да, поспешим Лабиринт тайн Такое причудливое место Я должна спросить А нет ли способа Сбежать отсюда? Кроме разгадки тайны А, вы имеете ввиду, что это типа аварийного выхода? Ну, к сожалению, я не думаю, что такое существует Аварийный выход? Да, ну, он есть вроде как Есть? Но это ничего не решит Вы просто вернетесь Тот же самый бардак, из которого пришли Кроме того, чтобы воспользоваться аварийным выходом Придется заплатить Большую Очень большую цену И это... Да не беспокойтесь об этом Если использовать это здесь Это все равно не поможет Так что не берите в голову А сосредоточьтесь на разгадке тайны Я понял Да, слушайте, тут быстро разобрались О, какие люди Привет, Крис Это... Возможно, существует ключ решения Подобные тому, что было раньше Нет Возможно, там в сундуке Ключ решения Подобные тому, что было раньше Должно быть именно так Интересно, что это за ключ? Не могу дождаться Угага Если все так же, как и раньше То здесь должен быть ключ решения Это позволит раскрытие преступника Совершившего преступление В секретном клубе Получив его Следует очень тщательно Зачем Вот он Еще одно сокровище Эй, кто же откроет сундук с сокровищами На этот раз Может быть тот Может быть тот, кто выглядит так Будто победил в вопросе популярности персонажей То есть я О, в новом начале И так Еще один ключ решения Похоже, еще одна зацепка Ведущая нас Преступнику Хм Кто-то худой Но учитывая, что преступник Использовал эти гвозди В качестве опоры Он должен быть Довольно Проворным А учитывая размер Вегетационного отверстия Через него может пролезть Только худой человек Значит Преступником Должен быть Кто-то худой Ну что ж Мы достаточно неплохо Сужаем круг Возможных Вариантов Продолжайте в том же духе Хозяин Это все Благодаря моим тренировкам Ладно Давайте продолжим Разгадаем Оставшиеся запертые комнаты Так Ну что ж Неплохо Целимся И погнали дальше Так Подожди секунду Так Вперед Дальше Погнали Второй Вторая тайна Запертой комнаты Произошла Три месяца назад В этом особняке Труп находился Труп находился В кабинете А ключ от комнаты Был найден Под трупом Если вы считаете Что справитесь с этим То давайте Решим эту загадку Вы собираетесь Направиться Во вторую Запечатанную комнату Во вторую Запертую комнату Да Хороший прыжок По всей комнате Прибита кукла И жертва Прибита Таким же образом Здесь Ханнин Из-за Три месяца 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 И преступник тоже Как-то сбежал Из этой комнаты Да Тут есть общие черты С другими Убийствами Гвоздильщика И мы снова в ловушке Похоже придется Разгадать тайну Этой запертой комнаты Иначе Нам не уйти отсюда Я попробую Так Откуда сбежал Преступник Ну как В прошлые разы Дверь была заперта Когда был найден Труп Единственный ключ Находился Под телом В дверь Откуда Не используется В дверь Не используется И не используется Окно Через которое Можно было бы выбраться Отсутствует А вот А вот Вентиляция Ну Слишком Узкая Чтобы через нее Пролезть Так Как же преступник Сбежал Отсюда Ну Как бы Тут Есть Что можно Потыкать Ну Типа Тому Дверь Аквариум Не блядь Нет Миротворцы И Священнослужители Ну Но Тэмп Да не Я не думаю Что это все Таки Тут Это просто Так Можно выбрать Для кеков Ну Как бы Он мог Только через Дверь Свалить Должно быть Это То Самое Место Чтобы Покинуть Комнату Преступник Должен Был Выйти Через Эту Дверь В коридор Э То есть В этом Нет Ничего Особенного Ну Как бы Других Возможностей Нет Нет Другого Выхода Или Входа Но Дверь Каги 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 Но Ведь Сама Дверь Была Заперта А Ключ Был Найден Под Трупом Заперев Дверь Снаружи Из Коридора Как Преступник Проник Каги 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 Третьей Каги Жертвы И Потом Пойдем К Четвертой Совершив Преступление Преступник Вышел В коридор С ключом В руках А затем Он запер Дверь Так, сорян, отвлекли. Если предположить, что это единственный способ создать запертую комнату, то возникает проблема. Что вы собираетесь делать с этим ключом в вашей руке, хозяин? Только не говорите мне, что вы до сих пор понятия не имеете. Подожди, дай мне все обдумать. Мы должны пока что вернуться внутрь. Хм. О, оре? Э? Как будто мы заперты. Ну что ж, похоже мы заперты. Все плохо, хозяин. Вам лучше поспешить, иначе вы упадете в пропасть. Что, что, что мне делать? Да успокойся. Тебе просто нужно разгадать загадку. И это позволит открыть путь. Ты можешь это сделать, не так ли? А, да. Да. Я попытаюсь. Что-то... Что случилось с ключом? Брошен внутрь, брошен прочь. Взят с собой домой. Ну, его бросили внутрь. Через, собственно, отверстие сверху. Точно. Ключ мог бы пройти через щель вентиляционной крышки над дверью. Если нам удастся бросить ключ прямо под трупом... Отсюда. Остановилось? Но ничего не произошло. Дверь по-прежнему закрыта. Но, типа, ну ключ-то бросишь, но как сделать так, чтобы он был именно под трупом? Вот в чем вопрос. Сейчас узнаем. Если бы это было бы не так... То сработала бы ловушка. Значит, мы на верном пути. И ключ действительно был брошен внутрь. Но это еще не все. Если бы ты просто бросил его... То было бы невозможно, чтобы он находился под трупом. Понятно. Это было бы не так, что это было бы не так. То есть это было бы не так. Ключ к разгадке запертой комнаты. Я начинаю понимать, что здесь произошло. Алара, вы уже разгадали хитрость этой запертой комнаты? Неужели ты нет? Слушай, перестань играть в недотрогу и расскажи нам. Ну или только мне. Можешь шепнуть мне на ухо. Если ты хочешь получить от меня информацию, то тебе придется заплатить соответствующую цену в шиенах. Конечно. Но... Да ты действительно дьявол. Пытаешься взять деньги у бога смерти, да? Ну, ключ, безусловно, был брошен внутрь. Но это не объясняет, как он оказался под трупом. Итак, как преступнику удалось провернуть этот трюк после того, как он бросил ключ? Может быть, труп был перенесен? Это бы объяснило, как он оказался над ключом. Но как перемещать тело из-за запертой комнаты? Хм. Ой, путь полностью перекрыт. Да, но ведь единственное, что здесь может помешать нашему продвижению, это тайна, верно? Это правда. А значит, нам остается только разгадать эту тайну. По крайней мере, сначала предупреждай меня. Там написано. там написано как был перемещен труп ну я пытаюсь понять это уже какое-то время но на месте происшествия были оставлены улики если ты посмотришь на улики то поймешь какой инструмент использовал преступник для этого инструмент это все что я могу посоветовать остальное ты должен выяснить сам если хочешь стать настоящим детективом понял понятно вы просто хотите чтобы тайна была раскрыта за вас да я это могу понять потому что я ваша наставница тогда я помогу вы готовы вам лучше быть готовым готовым к чему положитесь на меня хозяин пляжный эпизод так преступник использовал что-то для того чтобы перемещать тело так мы что там обнаружили мы обнаружили следы глазницы что-то типа с веревочки вот струны кстати так что это струна скорее всего о боже ладно ну че-то интересно так s и и и и нам нужно нет но там ты видишь без с все-таки с тут не вместится хотя учитывая предыдущий опыт может на и две буквы в один цветок и иногда точно на месте преступления были следы использования тонкой струны так что должно быть для перемещения тела использовалась прочная и тонкая струна похожая на леску вы действительно думаете то крошечная струна может сдвинуть с места целый труп ну леска вполне опять он этот грубый и угрюмый парень эти ваши умозаключения неправильные вы ошибаетесь а что может быть не так хозяин только что звучал очень уверенно в себе так слушайте гвозди на ногах этого трупа пронзили его насквозь и вонзились пол это означает что труп был зафиксирован на том месте на котором находился поэтому как же можно было перемещать труп а правда если труп действительно нельзя было сдвинуть с места то перемещать его это невозможно действительно это было бы невозможно алара вы тоже так думаете значит я все время ошибался но очевидно да что он был была понятна лишь верхняя часть скорее всего а дверь истинно ускользает все дальше ну конечно потому что ваше умозаключение неверное вы народ никогда не сможете докопаться до истины это конец хозяин давайте сначала разберемся с ним да разберемся так сначала давайте посмотрим улики окей у класса выколотыми глазами собственно там где находятся следы от использования этой струны ну или лески в данном случае скорее всего так что да кровь из гвоздей вбитых в верхнюю и нижнюю часть тела они текут в разном направлении пятна крови не выглядит не выглядит так если бы труп лежал лицом вверх понятно скорее всего или это или ваше умозаключение неверное тихо 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 что там было у вас есть доказательства того что труп был перемещен он не сдвинулся ни на миллиметр на самом деле этот труп не показывает никаких признаков того что был перемещен а ну собственно вот показывает он как минимум был поднят так как кровь текла в другом направлении ну это изи нет были доказательства того что тело было перемещено а верхняя и нижняя часть тела истекала кровью по разному кровь из нижней части тела естественным образом вытекала наружу вдоль контура тела но кровь из верхней части тела похоже текла в направлении вниз к бедру если бы труп лежал неподвижно на спине то не было таких необычных кровавых пятен иными словами можно предположить что положение тела было иным чем в момент его обнаружения крейди ну кстати да хорошее замечание но это типа ладно так что сейчас это что еще такое какая гадость надо поскорее пройти через эту дверь необычные обстоятельства неважно до тех пор пока труп был прибит к полу его нельзя было сдвинуть с места ты не можешь изменить правду даже это не помогло может я просто совершил ошибку нет ты прав ответ к которому ты пришел использует доказательства что это правда алара и это правда несомненно в данном случае использовалась тонкая струна улики на месте преступления указывает на то что труп был перемещен остается только ответить на вопрос как было перемещено прибитое тело к полу на и в этих странных пятнах крови кроется разгадка всего происходящего и пятна крови Если Пятна Крови это ключ к разгарке того, как можно было перемещать тело, даже будучи прибитым. Хозяин! Мы должны бежать за дверью! Она становится все дальше! А, эй, подожди! Я не позволю тебе! В каком положении находился труп до его перемещения? Верхняя часть тела в сидячем положении. Точно! Труп сначала был в сидячем положении. Поэтому только рано в верхней половине тела кровоточили вниз. Что использовалось для придания телу вертикальное положение? Ну, собственно, тонкая струна. Лена, прикольно сделана. Струна, о которой я уже говорил, она была тонкой, но прочной. Она была разбросана по всей комнате, удерживая верхнюю часть тела в стоячем положении. Вот почему только на шее трупа были следы. Почему в момент обнаружения труп лежал на спине? Струна была удалена. Думаю. Думаю. Убрана убрана. Затем преступник удалил, ну или извлек, убрал из-за двери эту струну, что удерживало труп. И не имея на что опереться, верхняя половина трупа упала на пол, как и было, собственно, обнаружено. Блин, эти моменты, конечно, прямо держат за яйца, так сказать. Нужно очень быстро все прочесть, перевести вам и выбрать правильный вариант еще. Так что да. Так, похоже, что эта тайна запертой комнаты наконец-то будет раскрыта. Когда это случилось? Может быть, вам нужно воссоздать запертую комнату так же, как ее сделал преступник? Хозяин. А вы ведь знаете ответ. Давайте, закончим с этим. Эпик там, тут нет, не работает. Я пытался. Да. Так что, они молодцы, что все-таки ее не дали. Иначе, как бы, все напряжение исчезло. Так. О, еще новые фишки. Воссоздание запертой комнаты. Подумайте, как преступник создал запертую комнату и выполните все действия, чтобы, собственно, ее дополнить. И сделать такой же, как у преступника. Смотрите предметы. Следуя последовательности событий. Некоторые предметы не использовались в преступлениях. Так что, будьте осторожны. Чтобы создать тайну запертой комнаты, нужно воссоздать процесс работы преступника. Так. Ну, во-первых... Сначала, через щель вентиляции был завязан узелок. Хотя завязан узелок совсем правильно, но ладно. После этого леска притянули до другого места. С точки зрения последовательности, наверное, проще начать с той, что закреплено на месте. Так. Ну, тайм туэйт. Ну, под трупом, вот таким образом, это, да, нормально. Как легко, но в то же время. Догадайся. Она прошла через глаза куклы. И, конечно, через глаза куклы. Потом леска, проходя через глаза, направилась в другое место. Ну, картина тут ни при чем. Так. Ну, картина тут ни при чем. было проведена вокруг определенной точки на трупе. И это было... Так. Что, собственно, это было? Под головой? Под шеей? Или бедра? Ну, шея. Здесь, за шеей. Леска прошла здесь, чтобы поддерживать тело в сидячем положении. Теперь ясно, что леска проходила через вентиляционное отверстие в глаза куклы и потом добиралась до шеи. Эй, почему ты сначала перейдешь на трупе? Если бы ты сначала перейдешь на трупе, то это было бы хорошо, да? просто начать с тела сразу. Давай, Мерз. Чтобы выдержать вес тела, леска должна сначала пройти через куклу. Так как она как раз так и была закреплена на том месте. И дальше леска Так. Ну. Сюда, серьезно? Нет, не может быть. Если эти три точки имеют признаки того, что там проходила леска, это должно показать тебе, что произошло дальше. Подумай об этом еще раз. Упс. Даже так? Ой, ладно. Я думал, можно тут все, что угодно делать. Опять дверь. Тогда да. Не, ну просто у нас три из пяти, так что дверь типа в конце, по идее. Так, а теперь вернем леску к вентиляции. Ну ладно. Я тоже подумал сначала к двери, но увидел три из пяти, так что вот типа должно быть что-то еще. Ну ладно. Благодаря этому верхняя часть туловища трупа сохраняла положение на том месте, где находилась. И тем самым помещение было полностью подготовлено. И дальше Преступник вышел через дверь и закрыл ее на ключ. И тут он через собственно щель вентиляции. Ключ был брошен через щель в вентиляционное отверстие. Если преступнику удалось бросить ключ над трупом, оставалось только развязать леску и Ладно, это интересно. Труп, который сохранял свое положение только благодаря леске, упал лицом вверх прямо на ключ. вот так преступник и создал запертую комнату. Ура! Вы справились! Это мой хозяин! ура! Ура! И длина гвоздей, вбитая в верхнюю часть суловища тела, тоже были разные. А гвозди, что находились на верхней половинке, не прошли сквозь тело до конца. Но гвозди в нижней части тела прошли насквозь и были вбиты в пол. И таким образом можно было зафиксировать нижнюю половинку, в то время как верхняя половина не зафиксирована, ее можно перемещать. Это определенно было непросто, но вам удалось разгадать тайну, скрывающуюся за этим. Так, что там? Ну, Гост. Попробуй. И посмотри, что получится из этого. Ну, ладно, интересно, конечно, с леской сделано. Ну, и на самом деле подброшенный ключ под телом, ну, блин, это действительно заставляет задуматься, как он мог там оказаться, учитывая, что был заперт. А все довольно просто. Не взял, ну, да, ну, как бы... Кабинет в особняке. Представляет собой довольно сложную, запертую комнату. Да. Но то, что мы знаем на данный момент, недостаточно, чтобы определить, кто преступник. Успокойся. Мы прошли только часть лабиринта. Даже если мы решим все в последнюю секунду, все равно все будет решено. Так. Эх, сейчас, секунду. Где у нас-то? Кое-что проверить. Угу. Так. Ключ от кабинета в особняке, дубликатов которого нет. Дверь в кабинете отпирается мастер-ключом. Угу. Собственно, когда тело было обнаружено, дверь была заперта, в кабинете был найден мастер-ключ. Ключ был под телом. Ну, там, да, траектория. Так, ну, это уже следующее. Ну, он от интуит. Там, когда показали ключ, он был как раз-таки связан той нитью, которая была у ГГ. Но, насколько я понял, как бы... Так, ладно. Похоже, мы наконец-то добрались до сундука-сокровщими. Кстати, не думаете ли вы, что то... ...то больше всех работал, должен я открыть его? То есть, это я, конечно. Возможно, это еще одна подсказка, ведущая к преступнику. Я не уверен, как мы это используем. Все равно. Это нужно для чего-то использовать. Так что, придержим это пока. А теперь... Давай, решим. Остальные вопросы. Да. Так, ну, если честно, я думаю, что то, что нам показали белой блеской поначалу... Это просто, как бы, демонстрация. В данный момент. А ключ-то был брошен без. Нет. С первого раза. Просто... Да не, бля, сейчас на паузе. Сейчас посмотрим на паузе еще раз. Третьей запертой комнате было совершено... ...убийство, произошедшее месяц назад. В складском помещении галереи в районе Гинма. Вокруг места, где грохнули ту женщину, были разбросаны картины и краска. Если вы считаете, что справитесь, то давайте решим эту загадку. Вы собираетесь отправиться в третью запертую комнату? Так, я тут порежу запись и продолжение следует. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!